привет друзья меня зовут геннадий и я профессиональный декоратор и в этом выпуске вы увидите мастер-класс по нанесению по нанесению чего а хрен его знает потому что нет у меня на сегодня никакого плана в общем в этом видео будет полная импровизация никакой подготовки вот у меня есть под рукой материал декораза траверта это фактурная штукатурка с кварцевым песком на акриловой основе и чистая акриловая штукатурочка барельева плюс есть золото серебро в общем будем разбираться по ходу событий есть только основная мысль которой мы будем придерживаться у вас была какая-то тактика самого начала вы придерживались самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался хочется сделать фактурную штукатурку темно-бордового цвета с каким-то перламутром золотом серебром ну не важно в общем сейчас что-нибудь на колерую и начнем наносить что у нас там получится фиг его знает а может вообще ничего не получится такое тоже бывает ну что ребят можно начинать наш сумбур будем посмотреть погнали и не вздумай перематывать так интересно ну что ж друзья берем как всегда япончик наш японский шпатель из нержавеющей стали в принципе какие-то наметки уже в моей голове есть пока снимал подводку в принципе какие-то уже в голове мысли появились заколеровал вот такую вот бордовый темный цвет для этого я использовал колера по лишь темно-коричневый красный и черный ну первый слой черт новым первый слой как всегда просто берем и ровненько кладем по всему образцу распределяем погнали посмотрим что у нас получится я не исключаю такой вариант что может это все закосячиться и по итогу получится что-то невнятное потому что такое тоже бывает даже у меня нет нет да какой-нибудь образец не удается в основном это бывает когда нету конкретный какой-то цель так что всем совет начинающим декоратором перед тем как делать образцы вы должны визуально представлять что вам нужно а не так что ну сделаю примерно такой цветик нанесу а там посмотрим вот такое работает уже только лет после пяти наверно практике берем материальчик кладем материальчик что тут нового ничего тут нового чет какой-то совсем уж темный цвет надо будет что-то делать цветом как-то его разбавлять ну что ж друзья вот нанесли мы ровный слой а дальше что а дальше фиг знает что пока он высыхает подумаю что будем делать дальше а ждать нам примерно час и так друзья подсох наш первый слой базовый и теперь я решил а нанесем к мы прямо на него золотишко чтоб она просвечила в наших дырочках после следующего слоя это золотишко у нас называется 1 вернище дикораза носить мы его будем с помощью вот такой вот губочки из вискозы она чуть-чуть влажная специально увлажнил ее потому что так удобнее работать сейчас мы нанесем золото на губочку и постараемся как-то слегка растушевать его по нашему образцу я не хочу чтобы она полностью покрывала я хочу чтобы она была такой растушеванная в общем буду делать берем на кисточку жирненько золото вот так вот покрываем плоскость губочки золотишком после чего уже самой губочкой будем растушевывать и получается вот такой эффект легенький золотой перелив ненавязчивый золото было совсем мало его пришлось разбавить поэтому оно уже не такое яркое как было в чистом виде нам нужно чтобы в итоге смотрелось богато а не цыганщина цыганщина я не люблю ну не в смысле народа перестань микки а в смысле и когда перебор с золотом и так далее все должно быть в меру вот так полностью покрыли наш первый слой золотишком неравномерно такими переходами небольшими пятнами и кардиент сделали его ненавязчиво чтобы смотрелось ненавязчиво теперь ждем высыхания после чего мы будем приступать к следующему слою так золотишко наше высохло можно приступать к следующему слою я немножко переколировал этот цвет темно-бордовый сделал его на тон светлее вот теперь он такой как слева вот этот тот который нанесен а вот этот тот который будет сверху то есть он на тон светлее для того чтобы наша подложечка казалось потемнее я думаю что это даст свою игру когда подложечка будет чуть-чуть потемнее вот так он выглядит и плюс к этому мы будем наносить по сырому барельева заколированная в красно-коричневый цвет вот такой будем наносить моего хаотично образуя дырочки и различные прожилочки в общем меньше слов больше дело берем материаль и начинаем наносить пока не понятно что у нас будет получаться ну что ж друзья будем пробовать берем наша барельева красная и внедряем его в этот цвет который уже есть х не хотелось бы такой чтобы получился гардиент переход цвета красивый совсем чуть-чуть темного осталось у меня с первого цвета а я возьму сейчас еще и его местами добавлю а почему бы он тоже даст свою игру берем материальчик наносим дальше теперь добавим немножко красненького добавляем совсем по чуть-чуть с этим делом не торопимся такого красно-кирпичного цвета у нас наш второй материал вспомогательный материал берем темненький первый цвет также замиксовываем все резкие красные ляпы я уже понял что лучше убрать надо чтобы этот красный просто растворялся в нашем цвете ну что ж друзья вот такой слой мы нанесли миксированный слой теперь чуть-чуть подождем его высыхания немножко подполируем и будем ждать полного высыхания друзья минуток 10 прошло материал подсохватился теперь надо его полировать кельмы взял влажную губку слегка увлажняю кельму и круговыми движениями слегка подполировал наши верхушки они не нужны мне идеально гладкие но местами я хочу чтобы они были поглажив и поровне так надо надо на камеру поближе поставить вам наверно уже ничего не видно там издалека пока будет сохнуть так друзья но вот и подсохла наша штукатурочка уже выглядит она неплохо и теперь мне хочется покрыть ее сверху воском это будет воск венецианский воск фирмы дикораза не помню точно название вот так он выглядит сейчас нанесем его на губочку губочкой соответственно мы пройдемся по верхушкам потом чуть-чуть подождем его высыхания и все это дело хорошенько подполируем кельмой нанесли на губку и проходимся по всем верхушкам этот воск и полировочка должна сделать нашу работу уже в окончательном виде плюс он дает защиту плюс все-таки чего-то не хватает мне кажется еще воска сюда будет хорошо так ребят 20 минут после нанесения воска подождали теперь нужно протереть мягкой тканью тряпочку и протираем полностью наш образец можно также еще против ну и все теперь можно снять скотч так мы долго мучились я надеюсь что то получилось вот непонятно пока скотч не снимешь на самом деле до конца что у нас тут имеется ну что ж друзья вот и закончилась наша наша импровизация она привела нас вот к такому образцу сочного бордового цвета золотыми вкраплениями с переходами цвета в красный и более темный смотрится она достаточно дорого и солидно но куда можно сделать такую работу допустим я бы прекрасно видел бы такую работу в каком-нибудь в каком-нибудь ресторане допустим итальянском ресторане мне кажется отлично бы она смотрелась возможно в прихожей загородного дома вот есть мне что-то такое от италии не знаю даже как это передать словами но вот чулька моя подсказывает что вот любой итальянский интерьер она бы зашла просто идеально вот так мы намешали тут всего подряд как выпускники блин на алых брусах и получилось достойно достойно ну что ж друзья вот такая интересная штукатурочка у нас получилось если вам понравилось это видео ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал так как здесь будет еще куча классных видосов про декоративку ну а на этом все увидимся в следующем видео желаю вам творческих успехов и хорошего настроения все пока пока